Требуя вежливости, не нарушай сам. Брянские водители в ходе очередного приема граждан пожаловались начальнику госавтоинспекции на недисциплинированность других участников движения. Все чаще на прием к начальнику областного ГИБДД люди приходят с жалобами на других водителей. По словам заявителей, от недисциплинированности на брянских дорогах страдают невинные люди. Лилия Оранчинская пожаловалась руководителю ведомства на медленное расследование ДТП. По словам женщины, дознаватель специально затягивает дело. Нам пытаются доказать, что мы не пропустили ехавшего по главной дороге Павловского. Но схема ДТП убедительно доказывает, что мы уже завершили левый поворот. Ускорить расследование и найти виновного Александр Ивлиев поручил начальнику городского ГИБДД Николаю Павлову. Поднимите материал, выясните причины, почему там и что там может быть. И доложите мне, и дадите ответ. Я так понимаю, со слов Лидии Евгеньевны, что ДТП произошло на их полосе движения, в Володарке. Но почему-то их обвиняют. В случае с незначительными авариями масло в огонь подливает непопулярность аварийных комиссаров. Зачастую люди по старинке вызывают сотрудников госавтоинспекции. А они из-за высокой аварийности на дорогах областного центра просто не успевают выезжать на все небольшие ДТП своевременно. Поэтому госавтоинспекция постоянно призывает людей к внимательности и бдительности на дороге. Должен работать и институт страховых компаний, и аварийные комиссары, да и вообще сами граждане. Да, декларировано в правилах дорожного движения, что каждый из нас вправе рассчитывать на то, что другие участники дорожного движения соблюдают правила. Но не всегда же так происходит. И мы должны быть предусмотрительны, что вдруг кто-то не нарушит. Подъезжая к перекрестку, либо к пешеходному переходу, около которого стоит группа детей, мы должны понимать, что это все-таки дети. И необходимо снизить скорость. В случае с превышением скорости бороться с нерадивыми водителями помогают приборы фотофиксации. Как только первым нарушителям приходят письма счастья, аварийность на участке снижается в разы. Другое дело, сегодня в области всего несколько фотоловушек для нарушителей. На покупку новых область дополнительных средств просто не выделяет. Еще одна причина аварийности – отсутствие разметки на дорогах областного центра. Хотя погодные условия уже позволяют производить дорожные работы такого плана. Ко мне масса обращается граждан и родителей, школьников и граждан с требованиями нанести разметку. Но мы же понимаем, что мы не наносим разметки. Что больше всего меня возмущает, нет пешеходных переходов в районе детских учебных учреждений, там где постоянно находятся дети. Я не могу пока понять, как мы можем формировать положительное отношение к закону, как мы можем формировать законопослушное поведение у подрастающего поколения, если нет на чем его тонировать. Дорожная зебра для водителей, особенно для тех, кто сел за руль не так давно, своего рода раздражитель для глаз. Она быстрее заставляет водителя нажать на тормоз, нежели знак пешеходного перехода. Трагедия на проспекте Московском в воскресенье произошла как раз на пешеходном переходе со стертой зеброй. Неужели число жертв должно исчисляться десятками, чтобы власть начала действовать?